Привет всем! Я приехал из Самары на конференцию к вам в виде в пиджаке. Представляю такой сендвич организаций, аэрокосмический университет, Самаринфороспутник. У нас группа небольшая, человек 30, которые занимаются ДИС, где-то человек 10 занимается старыми картами, 10 программинтов и английских. Ну, не только ДИС, а проработка, проработка и д-д-д. Я расскажу про применение скорее, как сам математический айтишник, который занимается правом картами в 1998 году, но расскажу про применение открытых данных для моделирования развития города. Значит, сначала такая тема вообще не какая-то. Кто есть в городе и кто, и что есть на какой городе. Согласно определению Гладычева, город есть диалог. И в нем присутствуют некоторые субъекты. Присутствуют органы власти своей долгосрочной стратегии, присутствуют крупные бизнесы своей стратегией, присутствует мелкий бизнес, в котором своя стратегия. Порядка 80% все говорят, что это городские пассажиры, то есть никак не участвующие в жизни города. Да, есть и какие-то институты, которые написали, которые тоже хотят участвовать в городе, но особо не представляют сообщества городские. Есть прослойка живых людей, предоставств и так далее сообщества. Ну и получается, когда все это смешивается, получается, что текущий контекст такой, что непререкайных амперитетов нет, куча псевдоэкспертов. То есть, если вы говорите одно, на это другой человек говорит, «Мама, вернусь, надо не строить метро». Ну и, в общем, диалог вынаждаются какие-то такие формы. Или вещает губернатор, или пишет ответку, или, соответственно, доходит до рук прикладства. Собственно, что из этого следует? Давайте подумаем. Следует следующее, что, вообще говоря, любая идея вот такая вот, это удел городских активистов сумасшедших, пока не объяснишь соседу Кузьмичу, за чем нужно было его строить, как объяснить. Да? И, в общем-то, две вещи. Надо формировать субъект и провалять их ценности. Второе – надо считать, а не говорить. Лучше считать, чем говорить. Потому что любые вещи, которые прикреплены на счет, они будут в сто раз лучше, чем ваши сотни человек, которые вы поставили. И если пять лет назад этого не было, то сейчас я утверждаю, что практически любое градостроительное мнение может просчитано по системе факторов. И попробую показать, как это получается, конечно. Да? Ну и вот тут. Ну, сначала, где живет гиперлокальная информация, то, что называется идеоданные, здесь некий срез, он, может быть, не совсем верный, но это такой вот цельный срез, он будет говорить, что тут не так, вот еще что-то. И социальные сети, где что можно сказать, да, некоторые вещи в офисе Mail.ru, ну так вот так выглядит, ну ладно. В ВКонтакте, что-то можно оставить ВКонтакте, личную информацию всю в Вейсбук, в Вольсквер, официальные и полуофициальные ресурсы. Ну, вы тоже практически все это знаете, как и что взять. Если еще обращу внимание, может быть, не совсем часто используют правочные кросс-ресты по границе недвижимости, но, вообще говоря, там есть наличие администрирования прав, и те люди, которые занимаются анализом собирания измерения налога и администрирования, эти вещи очень хорошо пользуются, оттуда можно взять, чтобы быть, измеряем чат, как бы, платить налог. Значит, есть у нас картографические сервисы, справочники, что и как, откуда можно взять, да, и все это дело мы погружаем в общий ресурс. Вот эти вещи нам удалось официальные или полуофициальные получить, да, но, тем не менее, вот загружаем, и мы написали некоторые сыты, все работы с геоданами, у нас есть полная цифровая карта стоящего датона всего региона Самарской области, мы прошли ножками и сделали ее. В общем, такие базовые данные. Представляем те открытых данных, где точечные объекты для геокадирования для любого это доступно. есть, понятно, вот там выложение, какой-то геопортал, который, как я тогда знал, я думал, он функционально будет активнее, да, мобильные приложения, системы геокадирования, которые получают данные, вот. Ну и пример, это карта населения, которая была получена по данным МЕДСРАХ. Следующий пример, как возрасток домов, который тоже довольно быстро, да, два часа мы получили. Отдельный сервис, это сервис ТУСАМАРА, или прибывал по 63, это самый популярный сервис, вообще общение власти с населением, по Самаре-Самарской области, на 100 тысяч рублей. Посетители уникальнее, около 500 тысяч прогнозов прибытия они запрашивают, и открытые данные, и, в общем-то, все предприложения, которые делают 13 мобильные приложения, у нас на открытом IP, парковный пиодипов. Ну, это вот картины, частоты прогнозов прибыла, что дается. Так, вот теперь вещи, которые, что можно взять и посчитать, да, что сбыть и посчитать. Ну, какие-то вещи, которые, там, что наблюдаем картины, главное для чего? Вот поймите, когда мы говорим, что давайте мы что-нибудь про картины, можно все что угодно сделать, да, нам нужно, чтобы докладываться по некой модели. Какие-то были целевые перемены, целевые факторы, которые начинаем дальше устраивать, демонстрировать между ними, считать так или не так, и вот устраивать модель, если то. Поэтому вещи, которые мы можем непосредственно наблюдениями сделать, они из данных. Вот интересная штука, количество горящих арконов, реальное количество жителей в домах, это вот там 8-9 часов, по-моему, здесь же совсем где-то считают, для того, чтобы присчитать количество партий, скажем так, количество жителей, потому что для Москвы, там, аренды, там, держка все. Значит, ну, какие-то примеры. Вот абсолютно много район, очень тихо, все хорошо, да, и вот штука, которая работает после 20.00. Посмотрите, много качества, новой жизни. Разливает сколько, и сколько всего остального. Мои фавориты, это вот такие два дома, где одноподъездный дом, это просто разливает. Магазин «Оббатка», магазин «Стопотч», магазин «Вегендарный», «Водранная со дна». Вот так люди проводят досуг. После 20.00 тоже проводят так, люди проводят досуг. Вот такие вот вещи, они, в общем-то, довольно хорошо выглядят. По общественным местам, что очень важно, вот мне очень нравится стратегия развития общественного пространства в Дании, как можно больше людей должно находиться как можно больше времени. Соответственно, мы можем оценить, вообще говоря, если мы до благоустройки, после благоустройки, нас люди пришли или ушли, сколько пришло в тех или иных категорий, можно посчитать, сколько денег мы запретили на одного человека, да, или же вообще они ушли на ответственный баланс. Поэтому, но у нас никто не проектирует общественное пространство, исходя из вот такой вот простой вот к кому мы собирается привлечь, на какие кейсы используют. примеры вещей, которые тут понятны, они абсолютно, как там пешеходные переходы ходят, еще что такое. Просчитывали эффективность пешеходных переходов подземных, оказалось, что она очень невелика, точнее, отрицательная, существующая ситуация и после сужения. в общем, такая вещь. Давайте немножко посложнее расчеты, которые уже связаны с моделью. Первая часть, она как раз связана с тем, что город не понимает, как точку. Возможно, вы слышали, в 2016 году такой человек после выборов Шпилькина отвлекала свои... Кто слышал? Кто знает? Ну, да. Чувак, который сказал, что были приписки. На чем основываются? Он говорит следующим образом. Я математик, я должен смотреть. И говорит следующим образом. Вот сюда я буду откладывать процент голосования, а сюда буду откладывать количество избирательных участков, в котором такой процент был за разные партии. И вот вообще говоря, у меня должна быть гаусско-кривая. И вот если брать по коммунистам, по яблочникам, у меня вроде как гаусско, а вот по единой России, видите, такой вот большой всплеск в конце. И вот то, что заштриховано, я это беру, аппроксимирую по яблочнику и по остальным, как это должно быть. И то, что заштриховано, это является припиской. Целиком для всех ребенок кликовал. Давайте посмотрим, можно так пользоваться или нет. Ну как выглядит для Тольятти. Нормальные гаусско-кривые, для всех и тому подобное. Как выглядит для городов, четыре города у нас, где более-менее ситуация нормальная, динамическая. Тоже некая мультимодальность, но все кривые абсолютно одинаковые. Как выглядит в других городах, тоже четырех, где хуже ситуация, тоже некая мультимодальность, но чуть-чуть, но в общем целом гаусско-кривые. Вот сельский муниципальный район. Видите? Здесь вообще никакой гаусско-кривые нет. Гаусско-кривые нет. Чем больше людей пришло, тем больше за Единой Россией. Возможно, просто их вытащили и голосуют. А может, действительно, непонятно. Но, тем не менее, все равно получается, я прошу прощения, было же потом. По Самаре что получилось? По Самаре это странная мультимодальность, которая никак не объясняет этим законам. Однако, если положить на карту вещи, которые связаны с ямкой, связанные с голосованием определенной партии, и построить половые карты, то видно, что очень сильно неоднородная территория города. Нельзя рассмотреть как точку. В общем-то, они голосуют парадом. Именно в этом, как раз, в том, что неоднородная территория как раз вот такая возникает, некая обманчивая отсутствие личных законов. Ну, и это говорит о том, что, самое главное, что вот это просто разные генеральные совокупности, и мы не можем оценивать по начальной части, по начальным пикам, оценивать то, что у нее в конце. То есть методику Шпикина, в принципе, нельзя использовать для таких неоднородных вещей. Это обычный пример, как и что мы можем сделать. Следующий пример, который хотелось привести, она открытая, это сервис привязки дорогам. Мы тут ДТП анализировали, накладывали на разные ситуации, где хуже, где лучше, где кодировали из базы данных ГАИ, да, и понимали, что никакие школьные переходы по диму на диму, они только ухудшают аварийность дороги. Транспортное моделирование. Это, в общем-то, вещь, которая во всех городах приличных делается. И делается следующее, что выстраивается модель, которая связывает транспортный спрос и транспортное предложение. Транспортный спрос это то, где люди живут, куда ездят, транспортное предложение как город представляет для этих перемещений сеть дорожной сети и сеть общественного транспорта. Эти вещи собираются данные, где живут, куда ездят, вместе моделируются по такой специальной четырехшаговой модели и, получается, калибруются дальше на там нужно немножко совсем обследование 50 автомобилей, 50 машин общественного транспорта и перекрестков. Мы получаем вот некоторые глобальные характеристики, самые интересные из которых среди времен транспортных корреспонденций. Некая глобальная характеристика, которая говорит в целом, как у нас устроена транспортная ситуация города. Если у нас что-то меняется, мы построили дорогу, или построили метро, или изменили общественный транспорт, вложили. Насколько это увеличилось или ухудшилось, уменьшилось, или увеличилось в это время, как раз это некий глобальный критерий транспортной системы. Мы сразу увеличение или уменьшение, умножая на количество корреспонденций, умножая на зарплату, сразу получаем экономический список, который дает отрицательную, положительную, для жителей города. это примеры, как проходит через какой-то фрагмент, собирается поток и распределяется. Это пример того, как закрывают участок, пример того, как строят наоборот участок, как меняется все. Вот такая транспортная потоки это фактические движения или маршрутизация или толстые синие мы запомним эту штуку, потом подальше она нам будет важна. Вторая штука связана с недвижимостью. Говорят всегда, что стоимость земли и стоимость недвижимости это один из самых важных агрегирующих факторов ценности территории. И через него можно выйти на экономическую эффективность через доход от земли, от аренды, от налогов. Ну опять взяли пару данных Авито 10 тысяч или сколько там порядка 100 тысяч записей в год мы ее там собирали откидывали откидываешь понятно всякие выбросы дальше собираем некоторые факторы которые делим на коммуникационные общие глобальные факторы уровня двора гвардала гиберлокальные факторы это уровня квартиры и уровня подъезда и тема такая что то в общем-то какой смысл вот что нам хотелось здесь сделать кроме того что такое закон установить что благоустройство сейчас городская среда программа идет как объяснить через увеличение стоимости квартир то есть если у вас вы ремонтируете подъезд у вас стоимость квартир в среднем возрастает на 30-50 тысяч а понятно зачем мы на лавочке говорили это уже не просто удел активистов поэтому выборы подтащить в одни три мероприятия и соответственно получить некие GPI которые мы можем дальше отслеживать ну у нас более-менее получилось во-первых ну понятное дело что мы там некие факторы делаем строим карту и вот самый главный эффект почти все глобальные факторы можно заменить глобальные факторы какие рассматриваются в таких моделях встанем до центра до ближайшей там реки до ближайшего леса и так далее там много всего на самом деле все они можно их поменять на факторы транспортной доступности вот такой вот которые среди времена транспортной безвозьми за этот район дальше вторая вещь что мы оценили влияние локальных факторов на статистику продаж и в отличии от трехлокальных агентств говорится что в принципе да это влияет эти локальные вещи связанные с благоустройством ну и мы можем понять прогноз измененной стоимости земли налога как изменится стоимость земли из того что у нас мало факторов такая вот модель она экономическая если то следующая вещь связанная с образованием как вообще оценить образование в точке как вот образование некие штуки мы оцениваем на основании ну потому что мы всегда непонятно никто не знает про вообще выпускников куда они уходят как что с ними мы используем социальные сети в основном ВКонтакте выгружаем оттуда данные и дальше делаем такую штуку что зацепляясь за ядро в каждом классе и школе которые точно указали свои данные через социальные связи с помощью так называемой байерской сети вытаскиваем что около 90% людей привязываем к школу то есть друзей друзья друзей и так далее вероятность пересчитывает и понятно что люди ВКонтакте они там не Андрей Чернов а Андрюха Суперменти 63 у нас есть то есть его нельзя ну в общем-то по 14 школам мы сравнили 12% и дальше после декластеризации мы можем сделать вот некоторые вещи во-первых миграционные потоки между городами во-вторых мы можем оценить с ней успешность через разнообразие по городам и по возрастам социальных связей через количество своих комментариев и чужих не дали лайков ну как бы вот такие вот вещи можем оценить выделить твиттеров и групповые критерические школы городов в целом получения следующая штука в общем-то это были примеры к чему я вот мы строим такую некую модель многокритериальную в которой мы оценим территорию там есть вещи связанные с транспортом есть связанные с экономикой и мы говорим о том что вот некие целевые переменные вот здесь вот и где мы можем получить по ним статистику для того чтобы связать с факторами вот тут вот написано да образование да население дневное ночное ночное население там ну понятно что это такое строительству тяжело довольно потому что компании не дают стоимость зачистки территории такой вот стоимость строительства темнее вот тоже выстраиваем эту модель очень важная вещь о здоровье не было да слушайте а куда здоровье делось давайте здоровье давайте на пальцах почему-то оно куда-то у меня делось тем а всем здоровье был слайд слайд был да какой-то был слайд да слушайте я как-то получилось так что пропало прошу прощения может быть я там а да 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 как-то куда-то ушло здоровье в общем да вот он да тема была такая что мы взяли давайте на пальцах взяли базу данных медицинских обращений медицинской помощи из медстраха всю там порядка миллиона обращений выкинули все повторные это у нас было то как люди геокодировали ее дальше связались с факторами среды вычисления и получили некие зависимости от факторов вот этих вот обращений как целевые перемены дальше в качестве примера этого результата сейчас я потом пожалуйста ладно я сейчас собью их блин гляну вот дальше взяли две два райончика рядом новое жилье и старое жилье они абсолютно одинаковые с точки зрения положения ну мы посчитали сколько там обращений и получилось что по разным категориям везде новое жилье проигрывает вот видите особенно сердечно-сосудистые заболевания 8 кроме нормальной беременности больше нигде новое жилье не выигрывает то есть в принципе получается так что вот такой вот типологии морсологии настройки она очень сильно влияет на здоровье на обращение вот такой хотел показать ну пришлось рассказать так пока я пролистаю до следующих вещей да у нас уже было здоровье по здоровью тоже вытаскиваем опять же повторюсь целевые перемены некоторые факторы взаимосвязь и модель вещь которая связана социально-психологически вот эти вот штуки которые не особо понятны мы сейчас пробуем связанные с дворами очень важно отношение людей к доминантам такая штука и вот программа городская среда в принципе она очень важна когда мы делаем некое благоустройство изменяем пространство это очень важно чтобы менялись именно доминанты потому что иначе мы где-нибудь в песок а если мы меняем отношение к доминантам чем больше доминанта тем чем больше мы туда тем психологический эффект людей что стало лучше он больше да это очень важно вот ну и некоторые вещи связанные со смертностью урожая питания только на трудном наблюдении что мы хотим в результате вообще хотим повернуть систему от и у нас получается немножко 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 я не могу судить от такого экспертного принятия решений по генплану такой штуки когда вот выбираются некоторые предоставленные решения по сценарным условиям и они оцениваются по системе частных моделей вытаскиваются оттуда некоторые целевые KPI какие были до какие были после и эти решения может быть там не совсем точно как были но по трене их можно сравнивать лучше хуже поэтому я утверждаю что мы впоследствии движемся к этим вещам почти пришли приглашаю как бы совместно с этими вещами работать всех нас ну чуть-чуть по поводу нас по поводу моей общественной деятельностью мы занимаемся там восстановлением старых домов фестиваль который в этом году будет уже почти двух городах пошла эта тема где волонтеры устанавливают и он в фестивале почти 10 тысяч человек и это связь по счету грушевского фестиваля приезжайте к нам у нас в дело спасибо да пожалуйста ну не знаю как надо делать давайте так микрофон давайте давайте я вижу факторы собираете а в результате какая это переменная у вас нужно выбрать целевой переменной и модель определяет и целевой переменной да заниматься этим в случае допустим недвижимости это стоимость на квадратном метре в сравнении с земли то есть откуда стоимость в случае здоровья это количество обращений по определенным по определенным в случае транспорта связывается там уже другая модель нерегрессионная тоже связывается вот эти спрос-предложения связываются с реальными с реальными там величинами транспортных водоков на остановках и в определенных узлах узловой точек так калибруется модель для того чтобы получили такие вот и я собственно как раз вот в этих церевых переменных что и как это большое дело нужно с тематиками работать а как вы время учитываете свои модели сейчас да я повторю в микроход вопрос был в том как вы учитываете время в своих моделях имеется ввиду некий там историзм то что было год назад два года назад три года назад изменяется что вот ну допустим взять недвижимость да там мы брали за несколько лет и строили эту вещь получается что вот когда прогнозируют мы же не можем просто прогнозировать как недвижимость будет там в семнадцатом году падать или расти но мы можем относительные характеристики прогнозировать в Ленинском районе она будет в одном из районов 20% больше чем в этом мы строим относительные фактически вещи карту стоимости дальше калибруется на общий уровень и оказывается что вот эти изменения по времени стоимости недвижимости они все по всему городу то есть мы условно говоря берем среднюю стоимость квартиры какая была там по городу одиннадцатый год двенадцать тринадцать калибруем на эту величину у нас те же самые те же самые коэффициенты остаются значит модель устойчивых времени допустим да то же самое там по здоровьему смотрели тоже три года брали у нас общие коэффициенты ну там свободный член условно говоря регрессии я очень грубо скажу он там меняется это некое там хуже лучше живут там кризис не кризис да это мы не можем прогнозировать но то вот различия они остаются значит что любое гриботерейное мнение можем просчитать внутри этих различий знаешь уже как там кривая революция кризис там нефть понятно в целом для города в целом для города как точки ну вот как то так я может быть не сильно хорошо ответил но как смог ну вот